Дальше мы хотели бы определить связь между степами и пользователями, потому что мы, например, видим, что для учета того, как обучаются слушатели курсов, недостаточно просто связи между курсами. Потому что мы видим, например, в нашей платформе, что производится учет того, прошел ли каждый слушатель курса каждый шаг и выполнили ли он какое-либо его задание. И таким образом связи между курсом и пользователем как слушателя недостаточно. Поэтому необходимо ввести еще одну связь. Мы опустим возможную необходимость связи между пользователями и модулями, пользователями и уроками и ограничиваемся связью между пользователем и степом. Также это связь многие ко многим, потому что пользователь, естественно, может пройти много степов и каждый степ может быть пройден множеством пользователей. Поэтому мы привычным механизмом указываем данную связь. При этом дальше хотелось бы определить такую сущность, связь такой сущности, как решение задачи. Мы помним, что в процессе прохождения степов какие-то типы степов требуют их решения, выполнения тестов, написания кодов или скриптов. И в этом смысле мы хотим учитывать процесс прохождения вот этих решений с помощью отдельной сущности, сабмишн, которая имеет в том числе результат, которыми определили как тип boolean. Возникает вопрос, с чем же мы должны связать решение нашего, наше решение, да, с какими типами сущностями в нашей схеме. С одной стороны, очевидно, что мы должны связать решение со степом и с пользователем. То есть, с теми, кто делает это решение и в рамках какого степа. Казалось бы, этой связи будет достаточной. Однако, тут может возникнуть некая несогласованность данной. Если мы определим эти две связи таким образом, мы можем получить ситуацию, когда пользователи каким-либо причинам не участвуют в степе. То есть, нету записи в соответствующем отношении, в соответствующей таблице. Но при этом, каким-либо причинам, имеется запись для решения данного степа. Это является явным нарушением согласованности данных. То есть, у нас в этой таблице учитывается прохождение пользователями степа, а в этой таблице решение задач. Соответственно, хотелось бы, чтобы мы не имели возможность получить такую ситуацию, когда данные могут быть несогласованными. И, по возможности, решили это с помощью ограничений, которые предоставляет нам модель данных. И у нас есть такая возможность в данном случае. Мы можем связать решение задачи не с степом и пользователем, а вот как раз с этой промежуточной сущностью, которая была реализована для организации связи многие ко многим между пользователями и степами. И связь у нас будет, например, вот такая, которая однозначно укажет нам как пользователя, так и степ, в рамках которого выполняется это решение. И при этом мы видим, что связь предполагает возможность, сама по себе связь имеет от тип 1 ко многим, и предполагает возможность многочисленных решений какой-либо задачи в рамках степа, каждая из которых может быть верным или неверным. И это в полной мере соответствует нашей платформе, потому что вы уже, наверное, имеете опыт и понимаете, что можно решать одну и ту же задачу многократно, и каждый раз при каждом решении может быть свой результат. Ну и последним типом сущности связи, которую мы хотели бы определить, является некий дискашн, то есть это некое обсуждение, которое привязано чаще всего к степу. Понятно, что без степа обсуждение быть не может, поэтому мы определяем вот такую связь, что в рамках одного степа может быть несколько обсуждений, но при этом каждое обсуждение привязано к какому-то конкретному степу. Здесь также мы видим по умолчанию у нас для связи с степом у нас есть ограничение на отсутствие неопределенных значений, то есть у нас обязательно обсуждение должно быть привязано к некоторому степу. Но здесь ситуация достаточно интересная. Как мы помним, в рамках обсуждений мы можем отвечать на какие-либо... Оставлять так называемые посты в рамках каких-то других постов, то есть отвечать на какие-то посты. В этом смысле нам необходимо указывать, является ли наш пост началом обсуждения или он является в каком-то смысле потомком какого-либо другого поста. Таким образом, мы говорим о том, что есть некая связь между обсуждениями, то есть связь между типом сущности discussion и им же. Связь это имеет тип один ко многим, то есть в рамках одного поста может быть создано много ему ответов. Таким образом, для того, чтобы это определить, мы создаем вот такую структуру, в которой мы имеем поле discussion id. И, ну, во многих случаях его удобно называть native parent, который определяется как... Который определяет как раз исходный ответ или исходный ветвь дискуссии, на которую ссылается конкретное сообщение, конкретный пост. Важным моментом здесь является то, что мы должны убрать ограничение not null. Думаю, что понятно по каким причинам, потому что если мы его не уберем, то мы не сможем создавать корневые узлы дискуссии, да? Корневые узлы обсуждений. По той причине, что мы должны будем явно указать родителя, а если у нас дискуссии еще нет, то и родителей быть не может. Это явная логическая блокировка. Вот, поэтому необходимо снять ограничение not null с данного случая атрибута parent id. Вот таким образом мы реализовали связь один ко многим с между... рекурсивную связь один ко многим для типа сущности discussion. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...